Добрый вечер! Мы очень рады видеть вас в этой церкви сегодня вечером. Как ваши дела? Вы счастливы быть здесь? Да? И сегодня я хочу говорить о важности молитвы и поста. Иногда мы свыкаемся, для нас это стает обыденностью молиться и поститься, как христиане. Но я хочу сегодня сделать акцент на важности молитвы и поста. Одна вещь, которую мы знаем все хорошо, это то, что молитва – это способ общения, разговора с Богом. И я должен вам сказать, что нам действительно очень-очень нужно общаться с Богом. Если нам и с кем-то нужно общаться, то этой личностью является Бог. Когда мы общаемся с Ним, мы от Него многому учимся. Когда мы общаемся с Богом, мы чувствуем себя лучше, потому что Бог – это всегда положительная энергия, это всегда какой-то положительный ответ, это всегда какой-то положительный настрой по отношению к нам. Вы, возможно, замечали, когда вы общаетесь с кем-то, вы себя потом не очень хорошо чувствуете, чувствуете какой-то негативный осадок или еще что-то. Но когда вы общаетесь с Богом, вы всегда чувствуете себя хорошо. И в Библии написано «молитесь постоянно». И мы знаем, что все герои веры, все известные персонажи Библии, мы знаем, что они очень много молились. Я хочу читать, что, unfortunately, я still have a Russian Bible. But in Colossians chapter 1, verse 9 to 10, anybody with English Bible? Есть, 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 есть. Okay, Colossians chapter 1, verse 9 to 10. It reads, So we have not stopped praying for you since we first heard about you. We ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. Then the way you will live will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. All the way you will grow as you learn to know God better. Итак, Colossians 1, verse 9 to 11, verse 11. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, и не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. И 11-12 стихи говорят, «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Из тех стихов, которые мы только что прочитали, мы видим, что всегда есть причина молиться, всегда есть смысл для того, чтобы молиться. И даже после того, как вы помолились за себя, у вас всегда есть повод для того, чтобы помолиться за других людей. И будучи христианским лидером, это ваш долг, это ваша обязанность молиться за тех людей, с которыми вы вместе живете, за тех людей, которых вы ведете, которых вы наставляете, за тех людей, которые вас окружают. И из этих стихов, которые мы только что прочитали, мы видим, как Павел молился за Колоссян. Возвращаясь к важности молитвы, не забывая о том, что молитва – это разговор с Богом, также хочу сказать, что молитва – это то место, где мы открываем наше сердце перед Богом. Молитва всегда должна быть очень откровенной, очень искренней, очень личной и честной. И вот поэтому Иисус и осуждал фарисеев в свое время. Он говорил, что вы молитесь на публику, вы делаете такие длинные молитвы. Потому что Он видел, что их молитвы, они были больше как представление, больше как показуха, но не наполненные молитвы, не молитва от сердца к сердцу, не молитва как личное общение с Богом. Поэтому, ведя нашу молитвенную жизнь, мы должны быть уверены в том, что наша молитва – это молитва от нашего сердца, она искренняя молитва, она направлена к Богу. И такая молитва, она будет иметь результат, она будет услышана. Третье, о чем я хотела поговорить сегодня, это то, что молитва – это великое привилегие. Понимаете, молитва – это разговор с Богом. А Бог, Он настолько великий, Он настолько чудесный, вы просто не можете Его описать. Вы знаете, что люди, которые живут в системе этого мира, они пытаются делать все, что угодно, чтобы попасть на универсию к какому-то великому человеку или чиновнику. Да, и мы даже в нашем христианстве, например, если приезжает Бенни Хин или Рейхард Бонке, для нас это большая честь, и мы ищем любую возможность для того, чтобы попасть к ним на аудиенцию, чтобы пообщаться с ними лично. Это же здорово. Люди готовы идти на любые жертвы, платить любые суммы денег, просто чтобы иметь аудиенцию с великим человеком. Но вы можете представить, что есть кто-то, кто-то больше, чем Бенни Хин, кто-то больше, чем Рейхард Бонке, кто-то больше, чем все президенты мира, все вместе. И мы имеем уникальное оппозицию, уникальное привилегие, чтобы всегда быть аудитория с великим человеком. Но представьте, есть кто-то круче, чем Бенни Хин, чем Рейхард Бонке, чем президенты всех государств мира вместе взятые. И это Бог, с которым у нас есть возможность общаться. И для нас в посольстве Божьем, для нас очень здорово иметь такого замечательного пастора, пастора Сандеи. Мы благословлены, когда мы имеем возможность общаться с Ним. Но Бог, Он больше, чем пастор. Я хочу привести баланс. Я не хочу привести баланс. Я хочу тут привести небольшой баланс. Я не хочу, чтобы вы думали, что я уменьшаю важность общения с людьми этого мира, но вы должны быть уверены, что вы пообщались с Богом прежде, чем вы идете, общаетесь с людьми этого мира, чтобы воспользоваться тоже их богатством и их опытом. И это привилегия для нас, она была куплена дорогой ценой, она была куплена ценой крови Иисуса Христа, это Он дал ее нам, чтобы мы общались с Отцом. И большая цена, цена крови Иисуса Христа была заплачена за то, чтобы мы могли иметь общение с Богом. Ранее мы уже говорили о том, что молитва – это общение с Богом, это процесс коммуникации. И общение, оно очень важно для обогащения каждого рода отношений. Чтобы у вас были богатые взаимоотношения, вы не должны позволять, чтобы у вас было плохое или короткое недостаточное общение. И это же самое с Богом. Мы говорим, что мы не религиозны. В нашей церкви мы говорим, что мы не религиозны, мы религиозны. Мы говорим, что мы не религиозны. Мы строим взаимоотношения с Богом. И чтобы эти взаимоотношения работали, мы должны с ним общаться. Следующий пункт. Уверена, вам это понравится. Молитва – это оружие для битвы. В Эфесянам 6 глава стих 8 говорит, что наша битва – это оружие для битвы. Ибо не против плоти, не против правительства, но против крови. Не против крови и плоти, но против правителей мира сего и так далее. Следующий пункт, я хочу сказать, что молитва блокирует грех в нашей жизни. Потому что когда мы общаемся с Богом, Бог помогает нам видеть там, где мы есть. У каждого есть такая тенденция, что вы всегда думаете, что вы лучше, чем вы на самом деле являетесь. Это абсолютная правда для каждого. Может, скажете, не, 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 я не такой, но поверьте, это так. Но когда мы приходим к Богу в молитве, мы обнажаемся в Его присутствии. И Он показывает нам определенные вещи о каждом из вас. И Он показывает нам, кто вы есть на самом деле. И поэтому тут нужно быть более аккуратными. Это молитва, отношения с Богом, помогает нам быть самим по себе более аккуратными. Потому что когда ты думаешь, что ты приехал, когда ты думаешь, что ты святый, когда ты думаешь, что все хорошо, ты смеешься в порядке. Но после того, чтобы Бог был обновлен, когда ты видишь твою низкую стадию, ты видишь, что ты не так хорошо, как ты говоришь, ты становишься более аккуратными. И мы привыкли думать, что у нас все в порядке, я святой такой, все у меня отлично. Но когда Бог в молитве показывает, что у тебя что-то не так, ты начинаешь более аккуратно вести свою жизнь. Знаете, Бог больше уделяет внимания состоянию сердца. И когда Он начинает работать с вами, Он глубоко копает в ваше сердце. Конечно, вы знаете это, но я должна отметить это, что молитва, она меняет обстоятельства. Она приносит исцеление, она приносит силу. Она дает водительство. Она осмягчает сердце. Она отвечает на все возможные нужды, которые у нас есть. Нет ничего, что не могла бы сделать молитву. Потому что молитва — это общение с Богом. Потому что молитва — это процесс соединения с Богом. Молитва — это когда мы поднимаемся на уровень с Богом. Я помню, что я сейчас прочитаю. Я вспомнила в часовую вечеринку, в прятом. Я сказала, что я читал книжку. И there was a book. И the author had a clinical death, was dead for some time, was in a coma. Я хочу сказать о той книге, которую я читала. Автор написал эту книгу, что он попал в кому, и люди молились за его исцеление. И он видел, что происходило вокруг. И он говорит, что молитвы, они как метеориты, как кометы. Они летят с невероятной скоростью, они летят очень быстро. И когда молитвы произносятся с верой, они очень быстро достигают своей цели. Они просто попадают и разбивают эту цель. Ну, попадают в цель. Поэтому молитва очень важна. И поэтому нам нужно делать ее постоянно, но нам не нужно привыкать к этому. Нам нужно молиться постоянно, но нам не нужно привыкать к этому. Нам нужно бороться с религиозными молитвами. И всегда молиться от всего сердца. Молитва – это еще один способ, которым мы можем помогать людям. Вы знаете, очень много нужд мы видим вокруг, и всем хочется помочь. Но мы знаем, что мы являемся Богом. Одна простая вещь, которую мы всегда можем сделать, – это помолиться за кого-то. И две основные цели, которые мы должны преследовать, когда мы молимся. Это первое – знать Божью волю. Это первое – знать Божью волю. Когда мы идем в молитву, мы поздравляем Бога, что Он хочет, а не что мы хотим. Так что один из целей, один из целей преследования – это быть able to discern, to discern, to know what is God's will. Когда мы приходим к Богу в молитве, самое важное – это узнать и понять Его волю. Различить, что Он хочет нам сказать, что Он хочет привнести, что Он хочет, чтобы мы знали. В молитве мы должны сокрушаться перед Богом, спрашивать Его, Боже, какая Твоя воля, что Ты хочешь, чтобы я делал в этой ситуации, как Ты хочешь, чтобы я поступал. И после того, как Вы это узнали, И после того, как Вы узнали Его волю, Следующий этап, следующий пункт Вашей молитвы должен быть – Боже, помоги мне исполнить эту волю. Помоги мне быть правильным мужем. Помоги мне быть правильной женой. Помоги мне сделать то, что Ты для меня предназначил. Я очень коротко хочу еще отметить два обстоятельства или две вещи, которые препятствуют нам в молитве. Первое – это я очень занят, у меня нет на это времени. И второе – это недостаток концентрации, когда мы молимся. И когда мы говорим, что у нас нет времени для того, чтобы молиться, мы показываем Богу свое невежество. О том, что мы не знаем силы молитвы. И поскольку молитва – это так хорошо, поскольку молитва – это очень мощный инструмент, то кто-то может спросить, почему христиане не молятся. И мы не молимся, потому что мы невежды в том, что мы не знаем, какая сила молитвы. Мы в кавычках думаем, что мы знаем, или мы показываем, что мы знаем, какая сила молитвы, но мы на самом деле этого не практикуем. И когда мы говорим, что я очень занят, это также показывает вашу систему ценностей, что молитва находится не в той ценности, которой она должна быть. Поэтому мы говорим, о, я занят, у меня нет для этого времени. И так, для того, чтобы преодолеть это обстоятельство, убедитесь, что вы определили специальное время для молитвы. И как церковь, например, мы отделили в месяц три дня для молитвы, чтобы потом никому не сказать, или даже не сказать самим и себе, мы заняты, у нас нет на это времени. У нас есть три дня, когда мы посвящаем это дело на молитвы. Поэтому поставьте это к себе в план, и пусть это у вас начнет работать. И тогда, чтобы преодолеть недостаточно, когда ты начинаешь притворить, что ты думаешь о том, что ты думаешь о том, что ты думаешь о том, что ты не допустил. Первое, попробуйте молиться, когда вы влезли, когда вы влезли, не после того, что вы делали все, когда вы влезли. Нет, поставьте молитву в самый активный момент дня. Молитесь, когда вы только что проснулись, чтобы никакая усталость, никакая занятость после трудового дня не уводили вас в сторону от молитвы, чтобы вам не хотелось спать. Просто делайте это с самого утра. Второе, найдите тихое место, там, где меньше всего отвлекающих факторов. Третье, говорите громко. Молитесь в духе, молитесь громко. Четвертое, имейте молитвенный лист, лист нужд молитвенных. Точно так же, как у нас есть в церкви. У нас есть лист с молитвенными нуждами, у нас есть местописания, по которым мы молимся, есть все пункты, по которым четко нам нужно молиться. Следуйте за этим. Заведите себе такой молитвенный график. Следующее, что вы можете сделать, это всегда написать те думки, которые в вашей голове, которые в вашей голове говорят. В тайной комнате всегда держите с собой тетрадь и ручку, чтобы вы сразу же записывали те мысли, которые к вам приходят. Чтобы они больше вас не отвлекали. Вы их записали, отложили и продолжаете фокусироваться на молитве. Следующее, что используйте Слово Бога, используйте Субтитры, чтобы молиться. Не всегда молитесь в ваших собственных словах. Возьмите местописания в Библии, которые согласны, с которыми вы молитесь, и это также помогает вам концептировать. Следующее, это молитесь по Слову Божьему. Возьмите какие-то места из Писания, которые будут направлять вас в молитве, по которым вы будете молиться, которые будут вас в чем-то утверждать. И это действительно поможет тоже концентрироваться на молитве и не уходить в сторону. Следующее, введите записи о тех молитвах, которые были отвечены. Записывайте то, о чем вы молитесь, потом просто отмечайте, на что Бог ответил. Это тоже поможет вам быть более сфокусированным и вести более регулярную, более системную молитвенную жизнь. И последнее, читайте книги о молитве. Всегда читайте, старайтесь читать биографии людей, которые молятся, и получают результаты. Итак, молитва очень важна. И мы должны быть уверенными, что мы молимся, чтобы получить результаты. И чтобы получать результат, нам нужно молиться правильно. Молитва должна стать нашей ценностью. И прежде чем мы закончим, я бы хотела спросить, есть ли кто-то среди вас, кто здесь в первый раз? Если вы сегодня в первый раз, и вы хотите отдать свою жизнь Иисусу Христу, покажите себя. Мы хотим помолиться за вас. Выйдите вперед. Если вы кого-то привели в первый раз, толкните его, покажите этого человека. Оглянитесь и убедитесь, что все, кто рядом с вами, это люди, которые не в первый раз. Есть кто-то, кто в первый раз? Есть кто-то? Никто. Никто. Ни у насougанных обратно." Благодарю вас." Благодарю вас! Благодарю вас! Благодарю вас! Благодарю вас! Мы очень счастливы, что вы пришли. Спасибо вам! Как вас зовут? Артём. Очень счастливый, что вы пришли. Спасибо вам большое! Мы хотим помочь вам, мы хотим помолиться за вас, мы хотим воссоединить вас с Богом, потому что Бог любит вас, и у Него великий план для вашей жизни. Вам только нужно попасть в правильное окружение, и вам нужно общаться с правильными людьми.